К другим новостям. Проблему экологической безопасности Краснодарского края обсудили на семинале совещаний во Всероссийском детском центре «Орленок». Специалисты центра во главе с генеральным директором Александром Джеусом поделились с руководителями общевыразовательных учреждений из Драмнистного Михайловского городского поселения опытом утилизации твердых бытовых отходов. Продолжит Анастасия Николаева. Уже несколько лет сотрудники Всероссийского детского центра «Орленок» сортируют твердые бытовые отходы и отправляют их на переработку. Когда-то начав с картона, теперь в «Орленке» раздельно собирают пластик, пищевой алюминий и стекло. Система раздельного сбора твердых бытовых отходов – одно из направлений программы «Твоих след на планете», которая реализуется в центре с 2009 года. Вторая ее составляющая – образовательная. Она учит ответственному отношению к окружающей среде, детей и взрослых. Важнее этой работы ничего нет, потому что человек должен жить в условиях комфортных, пить чистую воду. Есть экологически чистые продукты, дышать свежим воздухом. И если неправильно распоряжаться теми отходами, которые человечество производит, то в конечном итоге это путь собственной гибели. Это сук, мы рубим сук, на котором сами сидим. Проблема обращения с твердыми бытовыми отходами находится в центре внимания и правительства России, и регионов. Один только Краснодарский край ежегодно производит более двух миллионов тонн отходов. Чтобы повлиять на ситуацию, в 2009 году на Кубани был принят закон по обращению с твердыми бытовыми отходами. Он включает в себя создание 11 межмуниципальных полигонов с площадками для сбора, сортировки и дальнейшей утилизации ТБО. На данный момент запущены и успешно функционируют Белореченский, Славенский и Новороссийский комплексы. Завершаются работы по строительству комплекса в Тихорецке. Та работа, которая здесь делается, и тем более, в которой участвуют дети, мы закладываем будущее, культуру обращения с твердыми бытовыми отходами через подрастающее поколение. Это значит, что в будущем, несомненно, уже это войдет в привычку, в культуру, в быт. И это уже будет элементарно, как завтрак, обед, ужин, допустим, так же будет раздельный сбор бытовых отходов. Я думаю, что, как всякий положительный опыт, опыт Орленка будет востребован. И думаю, что нужно найти механизмы распространения этого опыта и взаимообогащения, скажем, через наше министерство образования и науки, через законодательные органы власти, через средства массовой информации. Семинар-свещание, который сегодня проходит в Орленке, направлен на внедрение системы раздельного сбора твердых бытовых отходов на территории Новомихайловского городского поселения, Туапсинского района и всего Краснодарского края в целом. Это пробный шаг к тому, чтобы переломить сознание людей и начать ответственно относиться к окружающей среде. А это позволит нам не захлебнуться в собственных отходах и сохранить планету для будущих поколений. За этим будущее. Сегодня хотим этого или нет, но разведывание у нас будет.